Дорога свободна. Дождик только пошел. Думаю, что мы с ностальгией будем вспоминать такие участки нашей поездки, нашей огромной просто поездки, особенно на сочинском Сиропандине, где будем тянуться, тянуться, тянуться. Здесь едем спокойно, никого нет. До Уфы осталось 290 километров. О, первая встречечка появилась. Дорога на четверочку. Впереди нас ждут колдобины Башкортостана. Мы практически подъехали к Уфе. Вот такие вот дороги сопровождают нас по Башкортостану. На протяжении уже двух часов. Вверх-вниз, вверх-вниз. И видно километров на пять вдаль. Это вообще сказка. Конечно, за такими видами тоже ездили. Такие виды впечатляют. Вы едете на юг, меняются регионы, меняются дороги, меняются населенные пункты. Но самое главное, это, конечно, дороги и настроение, с которым вы едете. Мы, в общем, с Танюшкой увидели кафе. Она у меня штурман. Посмотрела. Говорит, хочу вот сюда. Ехать 200 с небольшим километров осталось. Где-то часов в семь доедем. Может, чуть пораньше. Будем обедать-ужинать. Специально не останавливаемся. Ну, тут особо и не остановились бы. Особенно в районе Уфы. Там прям ливень. Это сейчас погода более-менее хорошая. Едем. Но это, видимо, уже сама расходность. Да, Данюшка? У меня, наверное, нет еще. Нет еще? Ничего себе. Вот это размеры Башкрандостана. Проехали Буздяк. У нас в Магните продаются буздякские продукты. Вот, оказывается, откуда их везут. Ой, глянь, там вообще солнышко выглядывает. Светленькое все такое. Рапсовые поля. Омская машинка. Вместе с нами. Третий день. Пересекаем кусочек Татрастана. Тут Дальметьевска. До Бугульмы вообще 25 километров. Дальметьевска. Час езды. Следующая, как мы называем, развлекуха. Через 223 километра. Поворот направо. Сейчас по Москве 6 часов. Едем до Победного. Думаю, что доеду сегодня либо до Троицкого, либо до... Ну, не знаю, до Сызря. Не вряд ли дотяну. Встанем где-нибудь на автостоянке, на бензоколонке. Но лучше на автостоянке с дальнобойщиками. Пока отметка на сегодня 784 километра. 785. Дотянуть бы до 1100. Пока планы вот такие. На этот замечательный вечер 22 июля. Мы не успеваем за солнышком. Погода-то классная. Все. Вон, облака уходят. А солнышко тоже убегает на запад. Поэтому закатывается, успевает закатиться до того, как мы поднимемся. Но самое главное, самое главное, выбираемся из непогоды. Это очень классно. Как необычно в Самарской области, очевидно, выбираемся в теплую погоду. Теплую и солнечную. Видите, здесь еще дождь. А там... Там солнечно. Там плюс 50. Там яичницу жарят на балконе. Прям на кирпичной кладке. Вот туда мы едем. Мы едем домой из Сочи. Самарская область уже километров 20. Проехали мотель Пекинка. Здесь даже еще... Прям вот мы совсем скоро окажемся в светлом. Давайте. Поедем. Дождемся этого момента. Сколько там еще ехать? А, чуть-чуть осталось. Туча, как спешат. Очень любопытно. Туча, как спешат. Лучик дома. Аленка ждет нас в детском лагере. Попросила к ней заехать. Взять ее в магазин. А мы выезжаем сейчас из непогоды. Там он вообще классно все. Сейчас поднимемся вот на этот. Пригурочек. И с него будет видно. Ну-ка, 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 ну-ка. Друзья, и вновь наступило утро. Мы выспались на замечательной пензозаправке. Вон там вот на стоянке, где разрешено было. Не покидают нас еще бревенчатые домики. Но мы уже в Самарской области. Это вот последнее, что мы видим. Находимся уже в Самарской области. Вчера ночью доехали. Окна сейчас протер. Ну, чтобы ехать было удобно. Фары протер. Фонари сзади протер. Короче. Едем наш хавейлчик. Молодец. А водитель? Водитель вообще бомба. Ну, я в смысле. Друзья, пересекаем Волгу. Мы считаем, что мы дома. Мы на правом берегу Волги. Мы сделали это. Мы доехали с острова Ольхон на Байкале до Волги. Байкал-Волга. Этот путь преодолен. Сегодня у нас с вами Саратовская область. Сызрань. Саратов. Волгоград. Сегодня у нас наши степи. Уже наши европейские. Среднерусская возвышенность. Мы доехали до домашних регионов. Мы еще не в Сочи. Мы еще не в Краснодарском крае. Но чувство, что ты где-то здесь близко, уже возникло. Бескрайние поля подсолнечника. В средней полосе в Сибири это был РАПС. А у нас это подсолнечник. До горизонта, смотри. Туда же перекатывается. Подъезжаем к Саратову. Огромное количество фур впереди. Объехать достаточно тяжело. Но здесь есть места, где две полосы попутные. Поэтому на подъемах обгоняем. Везде наши родные пейзажи. Спасибо. Спасибо большое. Остановились где-то под Саратовом. Пообедали. Вкусно. Где-то 10 утра сейчас. Трасса. Какие-то дороги сельские. Вообще идеально. Там тоже ребята стоят под деревьями. Но у нас деревьев много. Вот степь это необычно. Поэтому остановились вот здесь. Ладно, начну мебель собирать. Подсолнечник растет просто на обочине. Красота. А вот здесь мы... Нет, это уже дорога сделана. Мы когда ехали, ее не было. А вот мы где съезжаем. Съезжаем со строящейся автотрассы Самара-Саратов. И спускаемся на времяночку. Тут таких два участка. Не волнуйтесь, по ним хорошее движение. 80 км. Сейчас будем ехать. Но строят очень быстро. Мы ехали на Байкал три недели назад. Прям очевидно было намного меньше сделано. Сейчас от Саратова решили ехать не на Волгоград, а свернуть на М4. Нам все равно как ехать на Краснодара на самом деле. Но свернуть на М4, потому что в Волгограде стоят пробки на два часа. То есть время увеличено на два часа, если ехать. Вот они, вот они. Подсолнечники. Прям на обочине. Вот видите, желтые стоят на солнышко смотрят. Стройка, конечно, просто потрясающая, восхитительная. Через год приедем, проинспектируем. А здесь тоже глянь на обочине. Подсолнечники, полы. Так, а здесь стройка закончена. Да, выезжаем на дорогу. Многие участки уже сданы. И по ним, конечно, ездить одно удовольствие. Белый хаваил. Чтобы не стоять в Волгограде, мы сейчас будем поворачивать направо на М4. О, тут даже светофор установили. Вот по этой дороге мы не ездили еще никогда в жизни. Это наша первая поездка будет по участку от Саратова до Воронежа. Новые эмоции, новая дорога. Класс. Даже на пути домой. Экономия уже больше двух часов по времени. Ну и плюс дорога, конечно, от Волгограда до шахт. Это так себе удовольствие, честно говоря. Она классная, ровная, едешь спокойно. Но в том-то и дело, что едешь спокойно. Потому что фуру там огромное количество идет. А здесь пока бетоночка. Аккуратненькая. Ну, в смысле, не бетоночка, естественно, асфальт. Ну, ровненькая дорога. Посмотрим, какая она. Трасса неплохая. Настроение создает солнышко. Открывали сейчас окно. Воздух теплый. Наконец-то мы оказались в теплых регионах нашей страны. Еще совсем чуть-чуть и будет Воронежская область. Столица, столица Воронеж. Город огромный, просто гигантский. Кстати, вот в самом Воронеже мы еще ни разу не были. Мы всегда мимо едем. Этот город у нас в статусе почти проставленной галочки. Надо там хотя бы один раз в жизни оказаться. Едем пока плюс-минус. Дорога на стабильную четверку. Может быть, даже местами четверка с минусом. Пейзажи типичные для юга нашей страны абсолютно. Тополя, тополя, тополя. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Едем пока первые 15-20 минут. Пока не очень. Понятно, трафик огромный. Просто для понимания, трафик как на Волгоград. Машин здесь много. Здесь вся коллекция нашей страны. Все есть. Все машины. Даже Камчатка, Сахалин и Чукотка. Идет ремонт дорожного полотна. Восхитительный асфальт. Все новенькое. Кому нравится запах свежего асфальта, все сюда, все сюда. Пока получается здорово. Постояли немножко, несколько минут и двинулись дальше. Реверс, конечно. Но ремонт это на время, а комфорт это навсегда. Главное, мы медленно двигаемся на юг. Пока на юго-запад-запад. Кстати, вот мы сейчас едем, а погода прям на глазах меняется. Куда-то делись все нависшие тучи и появились облака. Ну, друзья, честно говоря, впечатления становятся лучше. Потому что почти километров 7 уже едем. Две полосы. Две полосы в одну сторону. Это прям очень классно. Остановились снять вот эту красоту. Поля подсолнечника, поля. Гигантские. Машинка наша вот стоит. Огромные в человеческий рост подсолнечники. Уже практически все цветут. Красавчики. На солнышко смотрят. Семечка. Семечка. Симпатичные такие большие. Вот это все будущая семечка. Жесткие стебляки. О, красавчик. Они не пахнут. Нет. Ничем. Ни маслом. Ни подсолнечником. И наша машинка стоит. На трассе. Где-то под Тамбовом. Все. Все. Нафоткала цветочки. С этой стороны тоже красота. Поле. Огромнейшее. Входящее туда за горизонт. Входящее туда за горизонт. Ах. Как несутся. А здесь у нас бесконечное до горизонта поле кукурузы. Вот оно. Маленькие початки. Уже сформированы. Ну вот мы в Сочи выращиваем кукурузу. В среднем два початка. Нормально вырастают. Два початка на одном растении. Вот она. Вот один початок. И второй. Такие до горизонта поля кукурузы. Это конечно круто. Опять наша машинка стоит. На фоне кукурузного поля. Я остановился специально показать. Ну и ноги размять. Раз, два. Раз, два. Вот. Ну вот плюс-минус вот такая вот история. Два початка на одном растении. Это прям очень хорошо. Ой, кто-то пытался сломать кукурузину. Ай-яй-яй. Оно ж зеленое еще. Вообще никакая. Цветет она конечно эффектно. Эффектно. Два кочана на растении. Ну некоторые сорта. Три кочана это прям. Если вы в апреле высадили, поливали, ухаживали, много ухаживали. То тогда, да. Такое возможно. Ой, из-под ног вылетает огромное количество живности. Кузнечики. Красота. Дорога снова слилась в однополосную. Скоро сдержим около 70-80. И ехать так пока не понятно сколько, потому что скоро будет поворот направо. А после этого выезд на трассу Е-119. И вроде как там скорость должна увеличиться. Но насколько пока нам непонятно. Вы-то об этом узнаете буквально через несколько секунд. А для нас это загадка. Вот в этом плюс видео. Вы всегда будете знать, что происходит буквально за несколько секунд. А для нас все будет сюрпризом. Вот так вот Нижний Новгород не смог обогнать. Там встречка, тяжелая машинка идет. Ну и мы постоим за ним пока. Дорога такая прям вот, ну мы по такой еще не ездили. С одной стороны кусты. С другой стороны кусты. Повсюду кусты. Кусты, кусты, кусты. Маленькие населенные пункты, но они уже прям такие вот южные. Там не бревенчатые дома. Нет, там кладочка кирпичная, досочки. Здесь суровой зимы не бывает. Друзья, судьба занесла нас в город Новохоперск. Это, конечно, очень необычно. Едем по главной. Уютная, утопающая в зелени катальп. Ух ты! Улица, тополя, катальпы, конский каштан, рабиния. Здесь вот просто тьма. Красивые домики. Лежачий полицейский. Магазин-наследник. Наверное, детские товары там все-таки. Детский сад, судя по всему. И... Что еще? Магниты есть. Вот это да! Вот это да! Ну, мы не будем здесь останавливаться, конечно, но любопытно, честно говоря, очень. Седьмое небо, хозяюшка. Пятерочка. Вездесущая. Другого центра. Седьмое небо. Вот это да! Ну, нам в Воронеж не надо, мы туда заезжать не будем. Ух ты! А вот на следующем светофоре. Нам куда? Налево. А, не, прямо, прямо, нам все прямо. Серьезно? Да. Тогда перестраиваемся и занимаем позицию. А, там больница. Там город, да. Там черта засеченная. 17-го века. Вот это да! Новохопюруск. Магазин подсолнуха. А у нас свой есть. Подсолнух. На обочине. Сломали. Так, поехали. А, ну это мы уже выезжаем. Домешки становятся. Меньше, уютнее, ночлег. Вот где-то здесь сдается жилье. Недалеко, кстати, от пятерочки. Очень удобно. Ага, здесь у нас МЧС, видимо. Да, здесь у нас пожарная охрана. Вон была вышка, с которой следили за ситуацией в городе Каланча. О, школа. Добро пожаловать, дети счастливые, на каникулах. Ой, прикольно. Ну, в общем, выезжаем. Новохопюруск увидели из окна автомобиля. Очень необычно. О, какой стадион. Тут можно и ГТО сдавать. Молния. Молния. А были прям облака-облака. Видите, как у вас меняется ситуация? А у нас... Молния. Вот это да. Вот еще какое-то заведение детское. Детский сад это или что? Или какой-то центр дополнительного образования, или развития талантов. Что-то такое. Ладно. Вы... Еще одна видела? Куда мы едем? О, тут какой-то парк. Видишь? С монументом. Великая Отечественная война. Все, мы на выезде. В пути нас застал все-таки небольшой дождик. Надеюсь, небольшой. Хотя молнии сверкали. Ой, как здесь пахнет. Чувствуешь? Ха-ха-ха-ха. Воняет. Удобрениями. В конце пути, после города Калач, выехали вот на такой участок дороги. Машин немного, но качество на двоечку. Прям совсем плохо. И так, видимо, все 54 километра. Зато колеи нету. Ну, мы теперь постоянно сравниваем с Альхоном все дороги. И вот пока это лучше, чем в Альхоне. Ха-ха-ха. Ну, прям жесть. Ого, ого, ого. Ого. Да, как в том детском, помните? То я мото канала. Зато красиво. Друзья, повернули на нашу родную М4. Все это прямой путь к нам домой на море. До Джубки. И налево в Сочи. По этой трассе нам ехать еще почти шесть сотен километров до Краснодара. И еще сто пятьдесят до Аленки. Мы дома. Мы на своей родной трассе. Все. Какая чудесная радуга видна сейчас. Просто мы даже увидели с Танюшкой, куда она упирается. Сейчас остановимся, пойдем искать золото. Смотрите, она полная. Она со всех сторон есть. Фантастика. Я такое первый раз вижу на М4. Красота, конечно. Нас поймал дождь. И поймал он нас именно здесь, на М4. По-настоящему. А я еще думал, помыть машину, не помыть. Обалдеть. Она полная. Дугой стоит. Обалдеть. Итак, сегодня 24 июля. Мы находимся в Ростовской области. Второй раз мы доехали до вот этого помпончика около Лукоиловской заправки. Ее здесь вот не видно, но она здесь. Спали в машине. Рядом находится кафе. Тоже такое дорожное, столовая. Ложка за маму. В ней мы тоже были. Но в том году мы ехали из Карелии. Заезжали на ту площадку. Там стояли. Там машин поменьше. Здесь все битком всегда. Нет еды. Нету. Делаем последний рывок. Нам до Краснодара осталось 500 километров. Чуть-чуть поменьше. И мы к дочке едем сейчас домой. А потом уже к нам в Сочи. Ну, сначала заедем к Аленке в ее лагере. Я вообще хочу машину помыть там. Красиво, так сказать, заехать. За дочей. Здесь вся география нашей страны. Машины отовсюду. Просто отовсюду. Географию можно изучать здесь. По номерам. Все. Выдвигаемся в сторону Сочи. Через Краснодар.